Добрый день, коллеги! Данная видеоинструкция поможет вам настроить электронный замок PLAIS 2.4FD во всех его режимах работы. Основные компоненты замка PLAIS 2.4FD. Клавиатура, дисплей, заглушка аварийного замка, поворотная руководка и считыватель отпечатка пальцев. Чтобы открыть замок сразу после покупки сейфа, необходимо нажать звездочку, ввести шестезначный заводской код. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и нажать кнопку решетка. На экране появится надпись Opened. Повернуть ручку, открыть сейф. Для того, чтобы закрыть замок, нужно закрыть дверь и повернуть ручку против часовой стрелки. После третьей подряд попытки открыть замок неправильным кодом, произойдет блокировка замка на 5 минут. Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит. Варим блокировки замка в течение 5 минут. Если мы набираем любую комбинацию, у нас выскакивает фраза «блок». Вводим клавиатуре. Звездочка, решетка, 1, решетка, заводской код действующий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, решетка. Ну и любой свой личный код. Ну, например, возьмем 6 нулей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, решетка. И вводим этот код еще раз, как подтверждение. 3, 4, 5, 6. Услышали продолжительный сигнал, а 2 сигналы, значит, что код поменен. То есть, если мы сейчас будем использовать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, на слепку поменен наличный. Замок PLS 2.4FD имеет 4 варианта работы. Первый это по коду, второй это по отпечатку пальца, третий это по коду и по отпечатку пальца, четвертый код или отпечаток пальца. По умолчанию, за удовлетворитель стоит вариант по коду, то есть PAS. Так, набираем комбинацию. Звездочка, решетка, 9, решетка, действующий мастер-код, решетка. Девяткой мы выбираем варианты работы FD, PAS. PAS.OFD или PAS.OFD. И обязательно выбор подтверждаем нажатием клавиши решетка. Ну и сам порядок назначения печатка пальца. Открытая дверь у нас. Вводим в клавиатуре звездочка, решетка, 1, решетка. Наш мастер-код. Решетка. И подносим палец. Длинный сигнал и два коробки. Значит, наш палец записан. Для проверки нажимаем звездочку. Кладем палец. Замок открывается. Мне неerdде. Не Nether-код. Так, как? Решетка с краской.